всем привет в этом видео будет 10 дизайнов большинство из них зимней тематики и так сначала надо прокрасить около кутикулы просушиваем мысленно вдоль ногтя по центру представляем ярус мазочков которые идут по направлению вниз по бокам мазочки будут направлены вверх рисуем разными цветами поэтому сразу делаем центральные маски вверх а боковые вниз каждый цвет просушиваем получается имитация вязаного свитера на другом ногте сделаем дизайн вязанка для этого сначала тушуем градиент и покрываем матовым топом кстати матовый топ имеет свойство смазывать краску что в данном случае нам на руку а вот если рисовали черные вензеля или тонкие линии то перед матовым топом лучше покрыть глянцевым топом с липкостью иначе плакали ваши тонкие линии гель лаком ставим точки в центре и сразу посыпаем акриловой пудрой в нее я добавила втирку для блеска слегка стряхиваем порошок и сушим две минуты из-за пудры точки могут не просохнуть поэтому сушить их надо побольше каждый цвет сушим отдельно гель-лак жидкий материал и рисунок может растечься я недавно оформил подписку на курсы sacramel хотел бы вам их порекомендовать школа маникюра sacramel дает возможность сделать подписку всего за 3490 рублей тогда вам станут доступны 26 онлайн курсов это достаточно большой объем информации что в него входит новогодние дизайны идеальный френч омбре и градиент стразы тонкие линии топ салонных дизайнов акварель и многое многое другое подробнее вы узнаете пройдя по ссылке в описании это что касалось дизайнов кроме того по подписке вам станут доступны базовые уроки по маникюру и педикюру дополнительные уроки введения соцсетей моделирование ногтей в общем это полноценное обучение и всего лишь за три тысячи четыреста девяносто рублей вы все еще сомневаетесь тогда 7 декабря бесплатный мастер-класс деньги в деталях как начать зарабатывать на маникюре развеет все ваши сомнения напоминаю что ссылка находится в описании под видео проходите и прокачивайте свои навыки ну все официальная часть закончена можно разговаривать в своей обычной манере сейчас я вам покажу старый дизайн как говно мамонта прокрашиваем ноготь белым цветом душем естественно с краешку не нужно класть много материала потому что там будет другой цвет здесь я взяла слишком светлый тон можно было бы поплотнее поэтому елочки на заднем плане не очень хорошо читают ну и дальше как вы поняли в белый цвет подмешиваем черный и постепенно приближаемся к переднему плану сейчас мы рисуем второй более темным цветом когда будем рисовать 1 плата прокрашиваем торец ногтя именно для этого там не нужно было плотно белым цветом покрывать вот такие стилистические елочки рисуем на всех ногтях про матовый топ я вам уже сказала какая он зараза поэтому перед этим я наношу опаловый гель-лак и сверху уже матовым топом все покрываю следующий дизайн для продавцов магазина красное-белое для дальтоников насколько я знаю они путают красный и зеленый цвет в общем рисуем пледик такой вовсе не обязательно здесь эти полосочки прямо ровно рисовать потому что потом они будут закрыты снежинкой ну в общем здесь вы тоже про матовый топ поняли я сначала перекрыла все глянцевым который у меня залежался и уже после этого матовой гель-краску для поверхностных прорисовок нужно брать такую которая не сотрется через неделю таковых красок много надо проверять какие проверяла я у x nail в начале чего-то там держалась потом спустя время она начала стираться поэтому я ее использую только под топ для поверхностных прорисовок я пока сейчас использую арт-пасту marine nails но она толстая для тонких линий не очень подходит следующий дизайн также использую белый цвет в качестве подложки не обязательно его плотненько наносить потому что впоследствии я смешаю хлопушки голографические и нанесу на ноготь даже лучше если белый цвет будет с проплешинками важно его плотненько нанести только по периметру ногтя у кутикулы и у боковых валиков и и и и и и дальше стемпинг и спрашивали меня там ссылку не знаю я зачем вы спрашиваете на эту пластину ссылку вот зайдите на любой play market или как его там маркет короче и вам выдаст кучу ссылок со снежинками у меня эта пластина старая я уже не знаю где эта ссылка я не полезу вот здесь я рисую как раз арт пастой сначала ставлю точки вытираю кисточку до суха если я ее не буду вытирать значит она будет толстая и тонкую ниточку она не вытянет поэтому сначала ставлю точечки вытягиваю ниточку просушиваю один ярус рисунка и дальше уже в следующей точечке так ну на этом ногте у меня съемка не вышло потому что она сфокусировалась на фоне кстати многие спрашивают зачем салфетка на вентиляторе вот для этого салфетка на вентиляторе и есть чтобы камера не фокусировалась там где не надо здесь я покажу как рисовать френч качестве подложки опаловый гели лак агент нейл сначала ставим точечку посередине от этой точечки влево и вправо одинаковые расстояния дальше выводим такие усики к точечкам ну и закругляем спрашивали в telegram чем рисовать френч я рисую плотным гель-лаком не все белые гель-лаки плотные фирму я вам не скажу потому что она была ноу-ней на другом пальце я покрываю серый тоже дизайн этот вы уже сто раз видели но это вы сто раз видели потому что вы мастера маникюра а дизайн и клиенты ваши может и не видели может быть им этот вариант а и подойдет сначала ставим белые точечки дальше неоновыми гель-лаками поверх этих точек и заходя за границы этих точек так создается эффект свечения даже лучше для этого дизайна взять люминесцентные лайки но в общем который светится в темноте вот они прям идеально подойдут для этого варианта здесь у меня дизайн не совсем зимний но его можно взять как за основу то есть использовать можно абсолютно разные цвета так как у нас сейчас сейчас идет зима можно взять и зимние оттенки голубые серые синие белые серебристые вот что-то типа такого кстати для новогодней тематики подходит еще зеленые и красные тона но я не знаю как зеленый красный будет в таком вот варианте сочетаться полосочки клейки мы клеим на снятую дисперсию а вообще я предварительно тоже прохожусь топом чтобы ровная была поверхность тогда эти полосочки лучше приклеиваются если на ребристую поверхность клеить то они где-то прилипнут и где-то нет рисковать не стоит лучше на ровную поверхность клеить вот этот дизайн довольно таки прикольный ставим несколько капелек белого цвета постепенно добавляем в каждую черный цвет и делаем такого общем переход написали мне в telegram что заморочено это все что лучше стемпингом на что девочки ей ответили что стемпингом такой дизайн не получается потому что точки растягиваются и они уже не точки они пойми что но я хочу от себя добавить что не такой уж этот дизайн и замороченный на самом деле не особо долго делать эти точки если только вы замахнетесь на все 10 пальцев а я здесь сделала только на 2 и вот как видите на белом черные точки на черном фоне белый точек нормальный кстати такой дизайн рекомендую не все дизайны в этом видео мне нравится следующий нравится тоже его рекомендую цветочки правда не совсем это у нас зима но цветовая гамма подходит в принципе серое черное и белое ну и что что цветочки да и вообще кто хочет пусть делает хоть неоновые цветочки зимой это я уж так загоняюсь для видео потому что название у меня будет зимней направленности там чтобы люди смотрели зимние дизайн и все такое на самом деле клиентам никто не воспрещает рисовать летние цветы на ногтях посреди зимы ничего такого в этом не вижу здесь в общем тоже мазковая техника не особо здесь надо заморачиваться каждый цвет просушивать очень все легко и просто мазковая Canadian здесь дизайн с битым стеклом виде вот таких камефу буков побольше поменьше те которые побольше я ставлю в центр те которые поменьше я ставлю по бокам до середины ногти достаточно на базу клею высушиваю сверху прохожусь топом прям по этим блесткам потому что потом я буду делать градиент и чтобы он был поплавнее все-таки неровность от этих блесток надо сгладить в один слой градиент естественно не получится надо будет 2 а может быть и 3 это все зависит от навыков мастера маникюра и от того сколько у вас есть в запасе времени тоже в общем то дизайн симпатичный красиво блестит на новый год подходит особенно под цветом электрических ламп так вообще волшебно выглядит прям по новогоднему пишите какой дизайн вам больше всего понравился а я с вами прощаюсь желаю праздничного настроения всем пока а а